Всем огромный привет! Сегодня мы с вами посмотрим товары и новинки из магазина Маяк. Он находится по адресу ВГТ Блановский, улица Тургеневское шоссе. Магазин находится за торговым комплексом Мега. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте свои комментарии, ну и также подписывайтесь на канал Яндекс.Зенни. Там есть тоже много разных интересных обзоров, новинок и распродаж. Для летнего отдыха в Маяк уже завезли новинки. Есть надувные нарукавники, стоят они 101 рубль. Также есть надувной мяч. Это марка Bestway, цена 86 рублей. Пляжный коврик из циновки. Вообще у него основания изготовлены из соломы, а окантовка из полиэстера. Можно выбрать разные цвета. Размер такого коврика 60 на 180 сантиметров. Цена 173 рубля. Магазин завезли палатку для отдыха. Она изготовлена из полиэстера. У нее размер 210 на 150 сантиметров. Максимально цена 1276 рублей. Также в магазине появились пляжные зонты, но, к сожалению, цен на них я не нашла. Также в магазине появился попкорн в форме вот такой большой конфеты. В такой упаковке 130 грамм. Стоит 55 рублей. Конфеты марки Бужеле. Это глазированные конфеты с вишневым джемом. Стоят они 104 рубля. Еще одна новинка. Это конфеты со вкусом капучино. В такой упаковке 100 грамм. Цена 83 рубля. Еще нашла попкорн в бумажном стакане и есть попкорн в пакете. Цена у них почти одинаковая. 32 и 34 рубля. Для малышей появилась каша марки Нестле. Есть овсяная с яблоком и есть также мультизлаковая с грушей и персиком. Это молочная каша в упаковке 220 грамм. Цена 130 рублей. И у этой же марки есть яблочное пюре. Стоит 40 рублей. В магазине есть хлебцы, овсяные, ржаные, гречневые. Цена от 22 до 24 рублей. Еще в магазине появилась новинка. Это хворост для жарки. В такой упаковке 300 грамм. Вы знаете, даже в моем детстве мама покупала такой хворост. Цена 90 рублей. Для завтрака в магазине появились мюсли. В такой упаковке 350 грамм. Это ягодные мюсли. Стоит 50 рублей. Есть хлопья быстрого приготовления. Готовятся буквально за 5 минут. Стоят они 32 рубля. В магазине большой ассортимент разных приправ. Например, появилась вот такая приправа для запекания мяса. В наборе также идет пакет. С обратной стороны есть рецепт приготовления. Цена 19 рублей. Есть универсальная приправа. Это огромная упаковка. 500 грамм. Кому интересен состав, ставьте на паузу. Цена 67 рублей. Есть сушеная петрушка. В пакете 50 грамм. Цена 30 рублей. Появился в магазине грибной бульон с разными специями, овощами и травами. В такой упаковке 200 грамм. У производителя есть еще говяжий и куриный. Цена 24 рубля. Приправа хмели-сунели 400 грамм стоит 36 рублей. Есть в магазине томатная паста. В такой банке 1 килограмм. Ее производит Московская область. В составе написано томатная паста и вода. Цена 129 рублей. Кабачковая икра. В такой банке 480 грамм. Называется овощной край. Производит Ставропольский край. Цена 39 рублей. Еще в магазине можно приобрести маринованные корнишоны. У них размер не более 4 сантиметров. Написано, что производит Индия по заказу Краснодара. Цена 148 рублей. Для курицы в магазине можно приобрести маринад. В такой упаковке 300 грамм. И целой упаковки хватает на 3 килограмма курицы. Вообще маринуется с помощью маринада курица за 30 минут. Цена 81 рубль. Нашла еще вот такой острый томатный соус со цибели. Это классический томатный соус для приготовления различных блюд. Цена 129 рублей. В магазине также продается кабачковая игра другого производителя. Называется 6 соток. Ее производят Славянск на Кубани. Это Краснодарский край. Цену, к сожалению, не нашла. В отделе круп можно приобрести рис марки Увелка. В такой упаковке 800 грамм. На вид рис очень хорошего качества. Цена 70 рублей. Также в магазине есть крупы в больших упаковках. Например, пшеничная 3 килограмма стоит 85 рублей. В марке Мистраль можно приобрести крупу Булгур. В такой упаковке 500 грамм. С обратной стороны есть способ приготовления. Цена 60 рублей. Этой же марки продается крупа перловая. В такой упаковке 900 грамм. Цена 48 рублей. И есть белая фасоль. В такой упаковке 450 грамм. Цена 78 рублей. Нашла еще одну новинку. Марки Увелка. Дробленый горох в пакетиках. В упаковке 5 пакетов по 80 грамм. Цена 45 рублей. Еще одна новинка в магазине. Это злаковая смесь в составе ржаных хлопья и хлопья из полбы. Варится 3 минуты. Цена 30 рублей. Еще в магазине продается неплохой картофель. Цена за килограмм 46 рублей. И давайте заглянем в холодильник. Продаются яйца. 30 штук стоит 227 рублей. Есть творог. Жирность 9%. В такой упаковке 700 грамм. Производит город Ростов-на-Дону. Цена 147 рублей. Появилась в магазине огромная упаковка сметаны. В такой упаковке 800 грамм. Сметана жирностью 20%. Цена 106 рублей. Еще в магазине можно приобрести печеночный паштет с курицей, гусиной и также беконом. Цена 23 рубля. Из фруктах в магазине есть киви. Также есть яблоки. Продаются шампиньоны. Также продаются лимоны. Но надо выбирать, как и яблоки и киви. Некоторые есть подпорченные. Еще на развес из овощей можно приобрести капусту, тыкву, есть чеснок и свекла. Салат из морских водорослей, называется Чука, стоит 84 рубля. Маринованный имбирь марки Ботаника. В магазине появилась новинка. Это крем-паста с разными вкусами. Стоит 65 рублей. В банке 135 грамм. Есть с крабовым мясом, кальмаром и сливочное. Еще в магазине продается сельдь. Также есть разные консервы из морепродуктов. За 102 рубля можно приобрести кальмары в масле с разными пряностями. Есть коктейль из морепродуктов в масле в составе мидии. Кальмары стоят 103 рубля. А в кисло-сладком соусе 117. За 168 рублей продается соленая горбуша ломтики. В такой упаковке 180 грамм. Производит Ростовская область. И есть скумбрия холодного копчения. Стоит 148 рублей. Шпик с чесноком и перцем. Стоит 175 рублей. В такой упаковке 500 грамм. За 141 рубль продается сыр хорошего качества. Брали уже такой не раз. Производит Брест Литовск. В такой упаковке 200 грамм. Есть голландский и российский. В магазине появилась новинка. Это сыр брынза. Стоит он 124 рубля. В упаковке 200 грамм. За 101 рубль есть рассольный сыр. В коробочке 250 грамм. Это тоже кстати новинка. И еще есть сербская брынза. В отделе детских игрушек появилась классная новинка. Это трехколесный самокат. На стенде было два цвета. Это светлое и темно-розовое. Максимальная нагрузка 40 килограмм. И предназначен для детей от 3 лет. Цена 747 рублей. Для девочек также завезли игровой набор. Это кукла с бутылочкой. В комплекте также идет пластиковый горшок. Цена 699 рублей. Для девочек постарше есть куклы а-ля Барби. Они называются Элисон. У них длина 28 сантиметров. Цена 333 рубля. Для девочек также завезли интересную новинку. Это маникюрный набор. И также есть тени для век. Цену к сожалению не нашла. Для малышей продается каталочка. Она музыкальная. Называется Божья коровка. Такая игрушка работает от батареек. Говорит, поет и машет крылышками. Цена 566 рублей. Еще есть игрушечный набор по сутке. В наборе 13 предметов. Стоит он 278 рублей. Также в магазине продаются мечи. Они, кстати, хорошего качества. Изготовлены из ПВХ. Цена у них 153 рубля. Нашла в магазине еще одну классную новинку. Это роликовые коньки в чехле. Но, к сожалению, цен на них я не нашла. В отделе текстиля появились детские колготки разных расцветок. Цена 79 рублей. Размеры с 122 по 150. Есть еще трикотажные простыни на резинке разных цветов. Просто не однотонные. Простыни изготовлены из 100% хлопка. Размер 160 на 200 сантиметров. Производит Ивановская область. Цены, к сожалению, на эти простыни я не нашла. И, кстати, на многие товары тоже цены отсутствовали. И вообще в отделе текстиля был какой-то легкий бардак. В магазине можно приобрести скатерть из рогожки. Стоит она 326 рублей. Есть разные расцветки. Размер 150 на 180 сантиметров. Нашла еще вот такое интересное одеяло. Это эконом вариант. Полутораспальная стоит 343 рубля. А двуспальная 400 рублей. В отделе посуды появились новинки. Есть вот такое стеклянное блюдо с узором. Стоит она 66 рублей. Следующая новинка. Это большое блюдо. Оно изготовлено из фарфора. Диаметр 30 сантиметров. В магазине есть два цвета. Косте, блюдо довольно-таки тяжелое. Цена 420 рублей. Есть в магазине классные кастрюльки из нержавеющей стали. Такие кастрюли можно использовать на любой варочной поверхности, кроме индукционной. У нее диаметр 22 сантиметра. И также есть кастрюлька поменьше. Крышка изготовлена из жиропрочного стекла. Цена у вас на экране. Из нержавеющей стали также в магазине есть ковш. Крышка тоже изготовлена из жиропрочного стекла. Объем такого ковша 2 литра. Кстати, он очень легкий. Цена 491 рубль. Сковорода с антипригарным покрытием. Диаметр у нее 26 сантиметров. Сковорода довольно-таки легкая. Цена 343 рубля. В магазине появилась классная новинка. Это жиропрочная кастрюля из стеклокерамики. Объем у нее 2 литра 200. Цена 594 рубля. Из стеклокерамики продаются небольшие салатники. Стоят они 97 рублей. В этом маяке стали продавать стаканы по отдельности из набора. Стакан объем у него 300 миллилитров. Стоит 54 рубля. Из стекла еще есть пивная кружка. Объем 500 миллилитров. Стоит она 73 рубля. И также есть пивной набор из двух кружек по цене 195 рублей. За 111 рублей можно приобрести симпатичные кружки с разными рисунками. Объем у них 350 миллилитров. Кружки выбирайте очень аккуратно. Есть некоторые со сколами и повреждениями. Еще в магазине нашла очень симпатичные салатники. Но, к сожалению, цен на них я не увидела. Следующий салатник изготовлен из стекла. Диаметр у него 19 сантиметров. Стоит 268 рублей. Появилась в магазине классная новинка. Это набор фужеров из цветного стекла. В наборе 6 штук. Стоит 400 рублей. Объем каждого 345 миллилитров. Еще в магазине есть вазы с рисунком. Они изготовлены из прозрачного стекла. Цена у них 221 рубль. В магазине неплохой выбор бытовой техники. Давайте пройдемся, я покажу вам ассортимент. Для белья в магазине продается кондиционер. Цена 232 рубля 4 литра. Есть ленор по цене 227 рублей за 1 литр 800. Кстати, эта цена намного дешевле, чем в остальных других магазинах. Есть жидкое средство для стирки детского белья. Также сорти стоит 271 рубль за 3 литра. Капсулу для стиральных машин. Цена 355 рублей марки Bimax. И также есть стиральный порошок Bimax. 434 рубля за 6 килограмм. Есть гель Domestos. 115 рублей за 1 литр. И появилось универсальное чистящее средство. Это, кстати, новинка. Для пластика, кафеля и текстиля. Отлично подходит для уборки как дома, так и для машины. Цена 173 рубля. Нашла еще одну новинку. Это мыло Дуру без парабенов и сульфатов. Стоит оно 45 рублей. На этом мой обзор заканчивается. Спасибо, что вы были со мной. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. И также подписывайтесь на канал Яндекс Дзен. Все ссылки у меня находятся в описании под этим видео. Ну а я вам желаю отличного настроения. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует.